С 2012 года Инженерный институт КФУ начал готовить востребованных инженеров. Данная профессия всегда пользовалась популярностью среди тех, кто умеет не только ставить сложные задачи, но и решать их. А еще мечтает создавать сложные конструкции, преобразовывать пространство вокруг себя, производить инновации и осваивать новые технологии. У нас отличие в том, что мы, являясь классическим университетом, став в дальнейшем федеральным, мы имеем возможность через Инженерный институт научной разработки, которые делаются в других институтах университета, доводить до неокры и до дальнейшего внедрения в промышленность. Я считаю, что именно уникальность заключается в том, что те разработки, которые сделали ученые за счет Инженерного института, должны быстрее доходить в промышленность. Давно не тайно, что конкурс в данном институте всегда большой. Ежегодно количество абитуриентов только увеличивается. И, кстати, их вовсе не пугает такой сложный экзамен, как ЕГЭ по физике. Конечно, конкурс у нас есть, средний балл ЕГЭ достаточно высокий. Но ведь все-таки университет уникален всем, допустим, у нас же, я говорю, та же самая биомедицина, там большие конкурсы. У нас тоже хороший конкурс, всегда большой. Все-таки кто физикой, математикой интересуется и однозначно сумеет перестроиться на инженерию, это достаточно, я считаю, интересно будет. В Татарстане инженерному образованию уделено особое внимание. Именно поэтому в Инженерном институте выделено немалое количество бюджетных мест. Бюджетные места растут, но мы больше делаем упор, опять-таки, на магистратуру. Но мы в этом году имеем где-то, допустим, получается, по управлению качеством 30 мест на робототехнику набираем, где-то человек 30. То есть в общей сложности, это чисто по бакалавриату. Ну и будем сейчас набирать, ясно, уже техническая физика и энергетика перешла в инженерный институт. Вот туда будем набирать 20 человек. То есть где-то суммарно порядка, наверное, 100 человек получается в бюджетных местах. Также проректор отметил, что стать востребованным специалистом, закончив инженерный институт Казанского федерального, вовсе не сложно. Выпускники вуза смогут легко реализовать себя выбранной профессией не только в России, но и за рубежом. И это еще раз доказывает, что перед современными инженерами открывается все больше новых возможностей. Аделя Мухаммедшина, Ильшат Хусаенов, Универньюз.